Мы другие, понимаете? Когда нас кошмарят, это нас только сплачивает, понимаете? Пусть вам объяснят, что такое русские не сдаются. Бьет током, вот течет со второго этажа, потому что полный, вот мой. Все обвалилось. И вот тоже. Вот оно все. В горшки ходим. 21 век, и мы с ведром ходим на колодец. В поводу ходим на колодец. Откуда родится? Россия – это великая ядерная держава. Кремлевская пропагандистка Бабраетка Маргарита Симонян вырешила рассказать, а почему это в Белгороде, который регулярно обстреливают, где жителям через гуманитарную уже катастрофу начнут выдавать безкоштовные продуктовые пайки в рамках операции «Киев за три дня», 90% голосовали за Путіна, потому что русские не сдаются. Вони стоятимуть на колінах, не зважаючи ни на что. Люди наши, конечно, поразительные, поразительные. На Белгородчине за 90%. Можете себе представить? За 90% их бомбят каждый день. Им жизни там не дают. Кошмарят, специально кошмарят, чтобы нас всех держать вот в таком вот напряжении, как, так, все, чтобы мы разочаровались в СВО. А нет, 90 с лишним процентов. Я думаю, если бы не кошмарили, ну было бы как везде. Было бы там, ну среднее, как по городам, да. А нет, здесь больше, чем среднее по палате. Именно потому, что кошмарят. Сколько мы об этом говорим? Мы другие, понимаете? Когда нас кошмарят, это нас только сплачивает, понимаете? Возьмите словарь, возьмите хорошего переводчика. Пусть вам объяснят, что такое русские не сдаются. И вы поймете. Ни в прямом, ни в буквальном смысле слова, хотя и это тоже, когда на тебя нападают, а ты не сдаешься. А что это значит? Что вы включили в нас режим, русские не сдаются. Чем больше вы нас будете кошмарить, тем больше будут эти проценты. За 100, жалко, нельзя зайти, а то получилось бы и это, понимаете? Потому что это прямо пропорционально вашему давлению на нас. Наймите уже кремлинологов, что ли. Ну это хорошо, что вы их не нанимаете, и что вы продолжаете ничего в нас не понимать. Вы сидите там, профессора, получаете огромные деньги, какие-то немыслимые зарплаты, придумываете эти санкции с 2014 года, и вы не понимаете, что нельзя напугать нашу страну и наш народ, который идет голосовать под бомбежками, и 92% дает за президента, который начал СВО, нельзя его напугать тем, что у нас завтра не будет памперсов какого-то там бренда, что у нас закроется какой-нибудь... Вы не нужны, простите, Макдональдска. Но когда вы начинаете на нас давить, мы вам даем 92 в Белгородской области, и будем давать еще больше. Потому что наш президент, всенародно, по-настоящему всенародно избранный, Путин Владимир Владимирович, отстаивает интересы нашего народа. Посмотрите еще раз эти таблички из цика. Кушайте, не обляпайтесь. Буквально их, а они еще больше начинают любить того, за чьей им милость это происходит. Вот, подивите, как у Петербурга проходило голосование за стабильность, победу над 90-ми, чтобы не было войны. Они стоят на коленах, голосуют на коленах, и вставать из этих колен не собираются. Тем более, что российская демократия и так не краща у света. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- А вот еще пример. Участники так называемой викторины в Курганской области, которые голосовали на выборах и выиграли автомобиль, но верить в это они не смогли. И вообще обезвали организаторов, которые зателефонировали, сообщили им про этот выигрыш. Понимаете, они не верят, что в их стране хоть что-то может быть честно. Поздравляю, вы сегодня стали победителем автомобиля. Да не может быть такого. Может быть, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ну, у вас же должен быть штрих-код. Какая вы скрытная. Мои коллеги не разглашают мне персональную информацию. Давайте вы нам представитесь, и мы сможем с вами поговорить. Или вы тоже думаете, что мы мошенники, как... Ну, да. Ну, да нет. Ну, это не верят нам. И имя вы нам не хотите, говорит, представляться. Заходите в группу ВКонтакте «Весна в семью пришла». Ладно, хорошо. Я это разумела. Хорошо, спасибо. Будем вас ждать. Звичайно ж, не верить. Попогляньте, в яких умовах живут росіяни у Глибинця. Что тут скажешь? Тут просто все пронизане величью. Головное, чтобы не пришли солдати НАТО. И все это не выбрали. Бьет током, вот течет со второго этажа, потому что полный. Вот мой. Все обвалилось. И вот тоже. Вот оно все. В горшки ходим. Все, одни трещины. Ну, что трещины? И вон, обваливается все. Вот я просто у себя прибиваю. Проводить воду сюда нельзя, потому что скрывать грунт нельзя. Чтобы проводить. Мы говорим, ну нам хоть где-нибудь сделайте. 21 век, и мы с ведром ходим на колодец. По воду ходим на колодец. Это куда родиться? А в подъезд войти вы сами видели. Это вот травма. А вот я в туалет иду, вот я провалюсь туда. Кто вот виноватый-то? Я там утону. Вот в прямом смысле утону. Нет в этом. Там стоишь вот так вот, и за стены держишься. Получим белье. Вот у нас место. Получим белье. Я ставим, полощим. Здесь вот набираю воду. Вот так вот стою на коленке, чтобы набрать мне воду. Вот так я встаю, закидываю ведро, чтобы оно еще туда попало, в эту лунку. Смотрите, какая лунка. Вот закидываю, надо было ведро-то взять, я вам вам показала бы. И вот встанешь, и вот так вот наливаешь. И полощешь белье. Вот такие у нас условия. Вот посмотрите, это еще сколько льда там. Сейчас вот первый раз 20, это 31 декабря 20-го года. Потом нас перенесли. Судом перенесли. Судом на 22-е. Да, на 22-е. А теперь нас перенесли. Неизвестно. Ну нет, а в документах написано 31 мая 2024 года. Но они, как говорят, денег нету. Везде человеческий фактор. Обнаглели до беспредела. Никто никого не наказывает. Тяжело нам. Ни горячей воды нету. Ни холодной нету. Вот такие дела у нас. Живем 47 лет. И вот никак не дают нам ничем. И ходили, хлопотали. И все. И вот оставили нас опять до 26-го года. Они сказали, космейля же, ну вам не дадим. А тем часом на Геббельс ТБ вирішили пояснити, чому не треба жартувати з Росії. И чимось ей там погрожувати. Послухайте. Просто відбірний спіч кремлівського пропагандиста. Наш президент пытается достучаться до этих идиотов, которые сидят за Атлантикой. И внушить уже в их пустые головы, что не надо шутить с войной. Россия – это великая ядерная держава. У нас есть понятная и ясная доктрина. Если появятся эти интервенты на нашей территории, ответ будет сокрушительным. И ответ будет в том числе по их территории. Потому что американцы за последние сто лет очень привыкли. Да, случаются мировые войны, а они на этом только зарабатывают. Сидят в кустах и всех травят. Мы можем нанести удар по их территории. Они скажут, а мы не участвуем в этой авантюре. Мы же сказали, что американских солдат там не будет. А уже будет все равно. Потому что мы сейчас понимаем, на Белгородчину пытается прорваться американская техника. Белгород уже не первый месяц обстреливают из европейских систем РСЗО. Мы все это видим, мы все это фиксируем. И одновременно мы видим, что молчит ООН, молчат все вот эти правозащитные организации, которые по любому пуху, как всегда, поднимают вой. А тут они просто воды в рот набрались. Ослепли, разводят руками и говорят, ну, дескать, что-то там происходит, но, видимо, русские жизни здесь не считаются. Поэтому здесь должен быть только наш ответ. Наша доктрина. Бесполезно рассчитывать на чье-то благоразумие. Нет там этого благоразумия. Буквально Чапаев и пустота. Поэтому мы должны четко заявить всему миру, папе римскому, черту лысому, я не знаю, кому еще, что если эти интервенты появятся на нашей территории, ответ будет в соответствии с нашей ядерной докторией. Заявили. 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 Поэтому ждем. Что будет, как говорится, посмотрим. Но вопрос в том, что за нами сейчас наблюдает весь мир. Не нужно думать, а Майкл так и думает. И его либеральные партнеры об этом также думают, что весь мир это только англоговорящие люди. Это Европа, это Атлантика, это Северная Америка. Ни в коем случае есть Китай, есть Латинская Америка, есть огромная Азия, которая сейчас тоже наблюдает и делает свои выводы. Конечно, Америки где-то страшные. Правильно, говорил коллега. Африку не забывайте обидеться. Откуда погнали, извините, с тряпками всех вот этих солдат Макрона, которые сейчас пытаются вписаться в украинский конфликт. Зустрелись якось Путин, Слуцкий и Зюганов. И давай Навального ганьбити. Это могло бы звучать как начаток какого-то анекдота про посуденьки жибриков за гаражами. Но звучит, как опис встречи президента так званої Росії с так званою опозицією. Вы недавно должны были отвечать на вопрос по Навальному. Очень низко не ответили. Но Навальный тоже не с неба свалился. Я видел, как его ваши помощники некоторые тащили на этот престол. Когда его в качестве кандидата в Москве выдвинули, я пришел и спросил, вы понимаете, что вы делаете? Вы сейчас сгоняете под тех, кого спецслурбы подготовили для того, чтобы снова взорвать страну избирателей в Москве. И я извиняюсь, почти 900 тысяч согнали. А потом мы думали, что собственно делаем. Сейчас начинается новый цикл, похожая ситуация. Он никому не нужен, абсолютно не нужен. Нам здесь надо проявить волю и характер. Мы просто обязаны это сделать. Ну, когда Навальный сидит у вязнице, то было ж страшно его имя взагалі вимовляти. А теперь досхочу мусолять у рамках змагания. Кто лучше отполирует черевик своего царя? Друзья, на этом все. Ставьте лайк, пишите, пожалуйста, ваш комментарий, подписывайтесь на канал и ждите меня на следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин